Друзья, всем привет! Вот это мои томаты. Правда, это не все сорта. Я никогда не снимала, не взвешивала. Но очень меня попросили именно сибирскую сливку. Снять, показать и рассказать о ней поподробнее. Ну вот, выполняю просьбу. И заодно покажу, какие у меня еще есть красивые томатики. Вот эти желтые, как лампочки. Японский трюфель называется. Очень невкусные, сладкие, мясистые. Внутри прям, как крахмалистый сахар. Вот зеленая это малахитовая шкатулка. Это сорт салатный. Были очень большие экземпляры. Очень тоже сладкие, вкусные. Они очень ранние. Мы их очень любим. Вот этот сорт Казанова. Я их называю забавные плодики. Такие. Разного размера. Такие. Потолще, покороче, подлиннее. Такие забавные. Сняла. Красных уже мало осталось. Почему-то их съедают очень быстро. Так. Вот этот сорт Пузата Хата. Так вот. Тоже очень понравились. Я первый раз выращивала их. Хорошенькие. Были немножко покрупнее. Но вообще они такие гигантские. У меня не получаются. Такие средние. Так. И вот этот сорт. Очень красивый на вид. Называется Грибной Лукошко. Не понравился по одной простой причине. Вот из-за этой вот серединки с обратной стороны. На вкус неплохой. Хороший. Наверное, не буду больше его сажать. Когда поперек нарежешь, так для украшения стола, как цветочки получаются. Красиво, оригинально. Но вот это бывает еще больше. Вот такие наросты. Мне не нравится. Ну, в результате самый хороший, самый классный томат. Это сибирская сливка. Семена моей сестры Валентини. Давайте взвесим, что у нас тут. Включим. Включилась. Она, наверное, без ничего. Вот батарейка опять села. Ну, елки-палки. Ну, пошел процесс. Вот ноль. Плохо светится у меня тут на веранде, на даче. Так, поставим мы этот помидорчик. И посмотрим. Если отсвечивает, друзья, 431 грамм. Вот этот вот томатик. Этот. 399. Ну, вот этот тоже из этой же серии. 395 грамм. Что я вам скажу. Вот эти крупные, да, они растут внизу куста. Потом пошли уже вот такие размерчики. Поменьше. 204 грамма. Так. И уже на самой верхушке идут вот такие вот мелкие. Вот это уже настоящая сливка получается. Которая 90 граммов. 90 граммов. Ну, и вот самая малюсенькая такая. 49 граммов. Вот чем хорошо? Смотрите. Вырастает крупный вот такой томат. Мы кушаем их, да? Эти вот переспелые у меня лежат. Хочу семена собрать, потому что попросили у меня таких семян. Кушаем салат куда угодно. Внутри они очень вкусные и красивые. А потом дальше, попозже уже идут они помельче. И пускаем в заготовки. Может быть это все томаты так. Ну, я не замечала. Вот. Бычье сердце у меня, оно крупное до самой макушки. Ну, чуть мельче. Вот. Баночку в любом случае уже не положишь. А видите, просто красота. Сейчас я разрежу и покажу вам. Все равно буду делать семена из этих двух томатиков. Разрежу вдоль и разрежу поперек. Посмотрите, какие они классные. Вот смотрите, друзья. Вот эти разрезаны поперек. А это разрезаны вдоль. Семена вызрели. Почему-то здесь беленькая есть немножко. Обычно не было. Сладкие, сочные, вкусные и очень урожайные. Так что, соберу семена. Я уже собирала для себя. Я обычно собираю только для себя семена. Ну, раз попросили, что делать. Так, разрежем вот эту лампочку. Смотрите, какая красивая. Это японский труфель желтый. Но я бы не сказала, что он желтый, он как оранжевый. Здесь вообще даже нету сока. Немножко, совсем, и семян мало. Вот еще, как я уже знаю, есть японский трюфель красный, розовый и оранжевый. Вот это у меня оранжевый. Покупала как желтый. Вот. Казанову разрезать может быть тоже. С компанией. Ну, так интересно его кушать. Палочки. Смотрите, какое. И мясистый, и сладкий. Очень вкусненький. Ну, вот, и сейчас к концу сезона очень стал он хорошо нарос. Вначале медленно росли, они как-то не очень. А сейчас очень много. Ну, малахитовая шкатулка, наверное, все знают. Ну, хотя могу разрезать и ее. Так сказать, малахитовую шкатулку. И семена соберем, и салатика нарежем. Ну, вот, малахитовая шкатулка, она долго не лежит. Вот, смотрите, какая она внутри. Даже не скажешь, что это томат. Видите? Вот этот белый вкус, белый цвет вот этот, очень сладкий, нежный. И вот эта зелень, да, может показаться на первый взгляд, что это недоспелое, так некрасивое, я вас уверяю. И в салатах смотрится очень красиво. И так просто скушать его можно. Так что вот, друзья, рассказала вам про сибирскую сливку. Чудный томатик. Выращивайте томаты. Это очень даже интересно. Захватывает. Все хочется что-то новое. Тем более сейчас столько сортов. Очень даже интересно. Ну и вкусно. На этом я заканчиваю. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok